Вопросы снижения административных барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также реализацию крупных инвестпроектов на территории Свердловской области обсудили члены инвестиционного совета при губернаторе под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Ключевой темой заседания стали вопросы улучшения делового климата в Свердловской области. Из наиболее значимых показателей рейтинга являются следующие ключевые для предпринимателей параметры начального этапа ведения бизнеса. Это сроки регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей, количество необходимых для этого процедур и оценка бизнесом деятельности органов власти по регистрации. Исполняющая обязанности руководителя ОФНС Российской Федерации по Свердловской области Ольга Галендухина сообщила, что срок для принятия решения по государственной регистрации при создании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в настоящее время составляет три рабочих дня. В числе инициатив, направленных на упрощение процедур, отмена с 1 января 2019 года пошлины за госрегистрацию, если документы в налоговую службу направлены в форме электронных документов. Алексей Орлов поручил ускорить процесс предоставления такой возможности через многофункциональные центры региона. Также на заседании был представлен инвестиционный проект освоения собственно Качканарского месторождения «Первая очередь» АО «Евраз Качканарский ГОК». Управляющий директор «Евраз ГОК» Алексей Кушнарев сообщил, что реализация первой очереди проекта позволит обеспечить предприятие до 22% исходным сырьем. Начать добывать руду планируется в начале 2021 года. Выход на проектную мощность ожидается в 2029 году. Инвестиции составят 2 миллиарда рублей. Предполагается создание 135 дополнительных рабочих мест. Разработка собственно Качканарского месторождения жизненно необходима для обеспечения сырьем Нижнетагильского металлургического комбината. Исходя из потребностей «Евраз ГОК» в 60 миллионах тонн руды в год запасов сырья на данном месторождении хватит на 100 лет. Проект планируется включить в перечень стратегических для Свердловской области. Члены инвестсовета также познакомились с реализацией стратегического инвестпроекта «Контурпарк» в районе поселка Широкая Речка. Генеральный директор производственной фирмы СКБ «Контур» Дмитрий Мраморов сообщил, что проект предполагает строительство комплекса научно-производственных зданий для высокотехнологичных компаний, жилые дома для IT-специалистов, образовательный центр IT, включая детский сад и специализированную школу с углубленным изучением IT. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить к 2030 году. Сумма заявленных инвестиций почти 23 миллиарда рублей. Основным резидентом парка станет СКБ «Контур», где к этому времени будут трудиться порядка 3000 человек. Алексей Орлов поручил проработать комплекс мер, которые будут способствовать реализации проекта, включая помощь в создании инженерно-транспортной инфраструктуры, в вопросах тех присоединения, предоставления налоговых преференций. Грамотная инвестиционная политика – залог развития для каждого отдельно взятого муниципалитета и задача местных властей – быть в тренде, активно работать с потенциальными инвесторами, причем любых масштабов. Артемовский городской округ остро нуждается в рабочих местах, и инвестиции означают их организацию формирования в муниципалитете благоприятного социально-экономического климата и, как следствие, выполнение тех задач по повышению продолжительности жизни и росту демографии, которые ставит президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на то, что наш округ мал, он может предложить много базовых ресурсов для развития бизнеса. Необходимо лишь внимательно изучить их и, конечно же, продолжить работу по устранению бюрократических препон и оптимизации взаимоотношений предпринимателей и местных властей. Субтитры создавал DimaTorzok